Привет! Давным-давно мы снимали видео про эксперименты. Оно вам понравилось, так что мы решили сделать ещё одну часть. Вот спорим, что я смогу превратить обычное яйцо в серебряное. Для такой процедуры нам понадобится, собственно, яйцо, стакан воды и свеча. Её сразу же поджигаем, и при помощи неё нужно закоптить яйцо, а точнее нанести обильный слой копоти. Кстати, главное не перегревать яйцо, а то оно может лопнуть. На яйце не должно быть просветов. Давайте-ка погрузим его в стакан. Вы видели, сразу после погружения в воду яйцо приобретает серебряный окрас. Как думаете, почему так происходит? Следом мы взяли упаковку влажных салфеток, достали оттуда пару штук и отправились в ванную. При помощи них мы сможем заморозить струю воды из-под крана. Возьмите одну салфетку и смочите её водой. Следом натягиваем её на кран, закручиваем немного и фиксируем прищепкой. Берём ещё одну и тоже фиксируем, но не сильно туго. Открываем кран и регулируем натяжение салфеток, и вода как будто замораживается, но на самом деле она течёт. Кстати, это явление называется люминарным потоком. А вот это не монтаж. Для этого нам понадобится одноразовое полотенце и гелевый антисептик. Им нужно смочить полотенце. А затем скомкать. Выключаем свет и поджигаем. Салфетка загорается красивым синим пламенем. Такую штуку даже можно подержать немного в руках. Никакого вреда она вам не придаст. В общем, получилась самая настоящая горячая картошка. Для следующего опыта возьмите бутылку и обыкновенный шарик. Его натягиваем на горлышко. Дальше мы взяли ёмкость с тёплой водой и с холодной. Дополнительно мы добавили туда льда. Давайте погрузим нашу систему в ёмкость с горячей водой. Как видите, шарик сам надувается. А если сунуть бутылку в ледяную воду, то он вмиг сдуется. Чтоб вы не думали, что мы надавливаем на бутылку, мы возьмёмся за горлышко. И проведём эксперимент ещё раз. Ну что, пропали сомнения? У каждого есть смартфон. Давайте проведём эксперимент и с ним. Включите на телефоне фонарик и положите его на стол. А на фонарик нужно поставить стакан с водой. Получится классная светилка. Но это не конец. Возьмите маркер и достаньте оттуда стержень с краской. Надавливаем на него. И в воде образуются различные разводы, которые чем-то напоминают лава-лампу. Возьмите лист бумаги. Сложите его вот таким вот образом. И отрежьте лишнее с обеих сторон. Должен получиться ромб. Дальше нам нужно согнуть один край и немного его подвернуть. Следом скручиваем всё это в трубу и фиксируем скотчем. Дальше из той же бумажки вырезаем тонкую полоску. Это будет крыло нашего самолёта. Он уже готов. Пора его запускать. Летит он неплохо, но не сильно далеко. А какой эксперимент больше всего понравился вам? Напишите в комментариях. Буду рад почитать.